И они сейчас очень нуждаются, потому что идет волна мобилизации, мы с вами это обсуждали, и всех новых солдаток надо обуть, одеть, кормить и так далее. Украина готовится к большой операции, и вот пришла замечательная новость, замечательная, я должен сказать, новость, это то, что Германию, которая сопротивлялась все эти месяцы, в итоге сломили, и она дала согласие на передачу Украине танков «Леопард». Это на самом деле абсолютно судьбоносное решение, потому что танки был последний оплот, который, значит, не хотели давать из-за того, что они носят якобы атакующий характер, это неоронительное оружие, но без них не победить. Все остальное прекрасно, но без них не победить. И Германия, вот Россия больше всего давила на то, чтобы Украине не передавали современные танки. Да, всякое старье, которому по 50 лет, советское Т-62, Т-72, там где-то наскребали, но половина из них не ехала, половина уже была непригодна, там куча проблем, естественно, нет ни хороших там систем наведения, ни оптики, ничего. И вот первый раз, когда сначала Британия со своими Challenger 2, но там всего 14 штук, и теперь коалиция из 10 стран, которая собрала около 100 танков «Леопард», 100 подчеркиваю, «Леопард 2», получили согласие Германии на их передачу. Это грандиозно, потому что это фактически формирование самой боеспособной, самой мощной части украинской армии. Если действительно эти танки будут переданы, будут подготовлены профессиональные экипажи, это кардинальным образом изменит расклад на поле боя. И даже вот это наступление России, которое планируется, оно уже не будет таким страшным и таким, ну как бы, трагичным. Потому что танки позволяют вести войну не в стиле вот этого, знаете, Первой мировой, когда люди бегают по лесам и стреляют друг в друга, а фактически люди защищены, они внутри брони. Танки, Брэдли, другие БМП позволяют осуществлять такие мощные моторизорванные удары, и это совершенно меняет просто сам характер войны. То есть война из кровавой мясорубки такой, да, где просто 10 человек против 10 человек бегают по лесу, и в итоге погибает по половине этой группы. Она превращается в гораздо более технологичную, когда с какого-то расстояния ты можешь спокойно уничтожать врага, сам чувствовать себя как бы в безопасности и так далее. Ну вот говорят, дадут, но мало. Дадут, вы понимаете, это так мы про Хаймарса говорили. Вот тогда дали два Хаймарса. Сколько теперь Хаймарса? Как они работают на фронте? Все будет нормально. Вот я вам зачитываю, да, 12 краин, 12 стран договорились передать Киеву около 100 танков «Леопард-2». 100 танков это немало. Если кто-то считает, что 100 танков «Леопард» это мало, то скажу вам, на вооружении Германии их стоит 220 всего. 220. 100 танков «Леопард» это очень много. Одна Норвегия дает, да, там 8. Значит, кроме Польши, Финляндии, также передадут часть своих «Леопард-2» Испания, Нидерланды, Дания. Ну, как я сказал, Норвегия, плюс 14 танков «Челленджер-2», да, то есть всего 114 современных, уже современных натовских танков. И это очень хорошая новость, потому что это, ну, осталась одна позиция, которую вот Украине надо пробить, и в принципе все. У них будет полная номенклатура для борьбы с Россией. Это дальнобойные ракеты. Вот если просто дальнобойные ракеты дадут, то да. Вот, ТАТА. Немцы дали 8 танков. Так я же говорю вам, там 12 стран дают танки. Немцы дали 8, остальные страны дали еще 92. Поэтому здесь, это же не немцы должны были дать 100 танков, немцы должны были дать разрешение на поставку этих танков. И немцы это разрешение на поставку танков дали. А дальше коалиция стран, где они стоят на вооружении, подтвердили, это 12 стран, передать 100 танков «Леопард-2» Украине. Немцы дадут 8, норвежцы дадут 8, около 30 даст Польша. Да, там, ну и по остальным странам, я не знаю, цифры я не вижу, но, то есть, самое главное, это разрешение, как и от Америки. Разрешение, если те дают разрешение, вот, все остальные начинают давать танки. Поэтому всего будет около 100 танков «Леопард». Это очень много, я должен сказать. Вот. Так. Следующие, это авиация. Но авиация какая-то у Украины есть, да, своя. А дальнобойных ракет практически нет и не было. Поэтому дальнобойные ракеты крайне важны. Вот. Авиация, да, тоже неплохо. Пополнить ту... То, что, то, что не достает. Но в любом случае, это прорыв, друзья. Это, помните, мы это обсуждали месяцами, месяцами. Шольц говорил, нет, ни в коем случае. Нет, не будет. А Байден говорил, нет, не надо. Впервые дают пакет оружия, которое, можно сказать, наступательное. Наступательное. Впервые дают пакет наступательного вооружения. Вот. Поэтому я думаю, что и авиацию дадут. Также, хотя вы видели, какое напряжение было на этом Рамштайне. Как Зеленский обратился, как он интервью дал, сказал немцам, вы конкретно скажите да, нет. И так далее. Ну, авиация... С авиацией сложнее, потому что авиация действительно дороже. А во-вторых, у России очень хорошие комплексы ПВО. Ты этой авиации все равно далеко не залетишь. Да, все равно есть С-400, которые сбивают практически все. Поэтому, ну, как бы взять самолет за 100 миллионов долларов, да, и там потерять его. Это как бы не гарантированно, что такой самолет сможет преодолевать ПВО России. А вот ракеты дальнобойные практически гарантированно могут находить эти дырки и преодолевать. Поэтому ждем леопардов и ждем следующие дальнобойных ракет. Атамакс или каких-то других. Тоже вполне возможно. В любом случае, Рамштайн молодцы. Страны молодцы. Эстония вообще объявила о том, что передала все свои гаубицы. Вот все, что у них были, все свои гаубицы Украине. И на сегодняшний день это самая помогающая Украине страна. Это просто невероятно. Как эстонцы, да и прибалты вообще. По-братски просто, ну, грандиозно поддерживают Украину. И учат большие нации, которые воротят носом, типа Германии, Франции, США, как вообще надо помогать во время войны. Без всяких ленд-лизов, без всяких бюрократий, без всего, просто помогают. И это единственный шанс выиграть в этой войне. Россия, повторяю, к огромному сожалению, обладает огромным людским ресурсом. У Украины такого людского ресурса нет. Объективно, да, просто сравнивая демографию и количество населения. У России остались огромные запасы советского оружия. У Украины этих запасов нет. У России остался мощный, пусть и устаревший, но все равно, производящий комплекс. Они производят всю новенклатуру оружия. Танки, Уралвагонзавод там их клепает, пусть они там устаревшие, разные, какие угодно, но это осталось. У Украины этого сейчас нет, потому что первым делом еще в марте прошлого года россияне ударили по Львовскому танкостроительному заводу, по Харьковскому танкостроительному заводу, уничтожили цеха. И как бы с нуля ты танк уже не сделаешь. То есть весь смысл в том, что Украина сейчас может выиграть только за счет двух вещей. Это высокотехнологичные моторизованные части, которые вот сейчас, я так понимаю, благодаря этой беспрецедентной помощи, это самый большой пакет помощи Украине за все время, такой единовременный, единовременный самый большой пакет, вот должны сформироваться. Но для того, чтобы их сформировать, нужны люди. Поэтому идет такая мобилизация, которая вызывает очень неоднозначные чувства у украинцев. Я тоже вижу огромное количество видосов, где жалуются, говорят, что хватает на улицах, вручают повестки. Ничего тоже с этим не сделаешь. Во время войны права личности, они меньше, чем права общества на самосохранение, права страны на самовыживание. И любая страна, когда вводят военное положение, она ограничивает права отдельных категорий людей. И дальше возникают обязанности, которые прописаны в Конституции. И у нас в Белорусской Конституции всегда они были во всех ее редакциях. И в Украинской Конституции есть 65-я статья, которая четко говорит о том, что защита страны – это обязанность гражданина. Защита страны, территориальной целостности и всего такого. Поэтому сейчас происходит, как сказал Зеленский, формирование этих резервов, формирование военного кулака для, видимо, проведения уже главной операции, которая может начаться в течение ближайших недель, месяцев, как только это все поступит на вооружение, по освобождению Украины. Я уверен, что разрабатывается, когда генеральная операция, как и России разрабатывается план нападения, так и Украины разрабатывается операция по освобождению. Потому что невозможно находиться в, ну, вот в этом состоянии просто тупой мясорубки, где-то там в двух-трех местах на Донбассе, да. Там этот Солидар или Бахмут или Кременная. Невозможно в этом состоянии бесконечно находиться. То есть, как бы, надо или начинать какую-то глобальную атаку, или четко, там, понимать, каким образом выдавить россиян с территории. Вот. Хорошо. Дальше что? Дальше что? Эстонцы, да, отдали все свои гаубицы. Так и есть. Так и есть. Вот важную тему, да, Либертас тоже поднимает, что Эстония не просто свои гаубицы отдает. Не просто оружие поставляет, ну, просто в каких-то невозможных для этой страны объемах. То есть, 40... 40% своего военного бюджета. 40% Эстония отдала Украине. Около больше, чем процент от всего валового внутреннего продукта страны. То есть, остальные страны там рядом не стояли. Но, еще и важно то, что при этом Эстония начинает процесс установки четкой границы своих территориальных вод. То есть, любая страна имеет право на территориальные воды. Проход через территориальные воды требует разрешения этой страны. Это определено морским правом, соответствующий конвенции Организации Объединенных Наций. И это нельзя никак поменять, оспорить и так далее. Если она проведет вот эту границу своих территориальных вод, то фактически Финляндия и Эстония перекроют судоходство, могут перекрыть, имеют право перекрыть судоходство России из портов, близких к Петербургу, дальше по Балтике. Сейчас там основной экспорт нефти идет через эти балтийские порты. То есть, суда России вынуждены будут получать разрешение, как, например, разрешение на проход через пролив Босфор. Точно так же, такое же разрешение надо будет проход по Балтике получать. Ну и понятно, что Эстония и Финляндия могут эти разрешения и не давать. И не давать. Так что это тоже невероятный абсолютно подвиг, потому что маленькая Эстония реально делает для поддержки Украины гораздо больше, чем большие нации.